Радио Болтком Действительно, только что называется открыть ящик Пандоры. Еще раз всем добрый день, уважаемые слушатели. Действительно, каждый раз, когда мы говорим о нашем климате, такое ощущение с ящиком Пандоры, как будто бы человечество не осознает угроз или только начинает практически осознавать угроз для своего существования, связанных с климатическими изменениями. И об этих угрозах мы говорим постоянно с нашим автором программы «Климат-контроль» Константином Рангсом, журналистом, ученым, пишущим о науке, морским геологом. Доброе утро, Константин, здравствуйте. Доброе утро. Да, ну вот мы буквально на днях читали новости из России о том, что там вообще были пылевые бури и о том, что многие были просто в ужасе, шокированы. Насколько эти пылевые бури могли создать угрозу и безопасности, и жизни буквально людей. Что вообще происходит сейчас в мире? Вот какие действительно последние тенденции? Ну, да, может быть, начнем с того, что именно о погоде в нашем регионе, да. Надо сказать, что если в россияне парились в начале недели от несусветной жары, которой не было все 140 лет наблюдений регулярных, например, в Москве температура перевалила за 31 градус, для, условно говоря, середины мая, это совершенно рекордная температура, то, например, в Британии было гораздо холоднее. И, допустим, на ленте «Таймс» в интернете писали о том, что ну вот все, опять-таки тут русские, они украли у нас теплую весну. Причина была в том, что с юга и Средней Азии вышел так называемый блокирующий антициклон, область высокого давления, которая стала-то смещаться к северу. Сегодня, да, по последним данным, например, вот в этот час уже в Архангельске, это на берегу Белого моря, там, преддверии Арктики, уже 25-25 градусов тепла в тени. В Мурманске за 20 с копейками, то есть хорошо. И посмотрите на градусник у нас за окном здесь, в Риге. По-моему, что-то около 10-11 градусов. А где Мурманск, кажется, да? Да, где Мурманск, да, вот, или Архангельск. Там люди просто-напросто изнывают от жары, потому что это совершенно ненормально. Природа тоже потихонечку сходит с ума, потому что растет и цветет все сразу, да? То есть это сбивает с толку, как говорят, пчел, птицы. Вообще, собственно говоря, это то, о чем говорят, когда говорят о климатической катастрофе. Вот это вот тот самый случай, когда все меняется быстро, сильно и резко. И перспективы тоже весьма любопытные. Тут же дело все в том, что этот антициклон потихонечку разрушается, да? Но на его место приходит с юга, со Средиземного моря, новый. И у нас мы оказываемся с вами в очень интересном таком месте пограничном. Интересно-то оно интересно, правда, вполне возможно, у нас будут очень сильные дожди, грозы ожидаются, и, возможно, даже сквалистый ветер. Совсем не хорошо. Поэтому на ближайшую, следующую неделю перспективы вот такие вот. Могут быть потепление, могут быть похолодание, но точно должны быть дожди. И дай бог, чтобы у нас не было вот этих вот крайностей. А то доходит до смешного. В одной части Сибири жарища, а через несколько тысяч километров, через две тысячи километров, минус уже отрицательные температуры снега. Ну, это вот такой вот дисбаланс. И сейчас, как говорят и пишут в тех, в том числе и в европейских изданиях, интересуются вопросами погоды. В общем-то, это как раз не то, что очень здорово. Если таким будет все лето, то мы повеселимся. А насколько точны могут быть прогнозы? Потому что я понимаю, ведь все-таки предупрежден это вооружен. И вот если есть возможность предсказать какие-то все-таки изменения в погоде, мы можем к ним подготовиться. Ну, на ближайшие пять дней вот как раз такое предсказание. И надо заметить, что, например, у соседей в МЧС России по Псковской области дал как раз прогноз о том, что там следует ожидать шквалистого ветра, очень сильные, возможно, грозы. И у нас тоже как раз в восточной части Латвии, скорее всего, будет вот это столкновение теплого и холодного воздуха. Оно и как раз дает вот такие вот чудеса природы. Будем надеяться, что, как говорится, все пронесет, так скажем, с минимальными потерями. Но, например, видно на картах синаптических, что двигаются новые циклоны. Они сталкиваются как об стену вот в эти антициклоны, которые, так скажем, довольно неплохо сидят над Россией, Украиной, над Южной Европой. И они начинают откатываться к северу. Естественно, происходит взаимообмен температур. И там на севере тоже интересные есть вещи, о которых можно говорить чуть попозже, потому что сейчас как раз в Рейкьявике второй день заключительный Арктического Совета. Точнее, он уже как бы закончился этот Совет. Сейчас уже разбирают результаты этого Совета. Это совещание стран Арктического региона, плюс Швеции и Финляндии. Она тоже туда входит. И этот Совет собирается регулярно и как бы решает вопросы совместной жизни и, так скажем, сосуществования этих стран в Арктическом регионе. Надо сказать, что это такая интересная площадка. Вот, например, сейчас это стало местом, где могли так свободно, не теряя лица, встретиться госсекретарь США Блинкин и министр иностранных дел Лавров. Все давно ждали, когда же они встретятся лично, а не по там, ну, не по дистанционной связи. Вот, встретились, поговорили. И как раз арктическая тема, она позволяет, с одной стороны, как бы начать говорить о многих серьезных вещах, а с другой стороны, как бы дело общее. Это тоже очень важно. И для таких вот, ну, во время напряженных отношений, ну, как говорят, надо же о чем-то начать говорить. О погоде, да, как англичане. О погоде. Вот они тут и начинают говорить, давайте поговорим о погоде. Причем есть вещи, которые совершенно четко объединяют всех. Это, например, вот из-за таких вот скачков жары, которые присутствуют везде, в северных регионах, страдает и Россия страдает, и Швеция страдает, и Финляндия страдает, и Канада страдает, и Соединенные Штаты, у них на Аляске тоже леса горят, надо отдать должное. В общем-то, и, в общем, проблема, которая касается всех. Да, просто вот на радио «Эхо Москвы» я обратил внимание, прозвучала критика вот в адрес МЧС России, которая не смогла предупредить вовремя жителей, ну, вот, регионов, которые пострадали от песчаной, от пылевой, вот этой пылевой бури, поскольку многие жаловали, что они получили оповещение уже после того, как буря прошла, и, ну, вот это оповещение пришло с запозданием. Там сейчас пытаются разобраться, в чем причина, это или операторы мобильной связи где-то притормозили, или, ну, вот сама служба МЧС. Но вот в наших ситуациях, действительно, если такие вот, нужно предупредить людей, чтобы они закрыли окна и двери, чтобы, например, ну, не выходили на улицу, что это опасно для здоровья, вот такого рода у нас существует система. Нет, в принципе, это у нас существует такая служба. Вопрос, когда она среагирует. И, в общем-то, хотелось бы, чтобы не было повода для ее, так скажем, обращения для того, чтобы вылить сирены, да, если вдруг обнаружится мощнейшая торнадо, которая будет идти, вот, например, прямо через Ригу. Можете себе представить, что произойдет? У нас здесь ничего не готово к таким вещам, и, допустим, у нас ничего не готово к мощному удару шквалистого ветра. То есть как не готово? Мы просто не сталкиваемся с этим регулярно. Вот, допустим, еду, смотрю, палатки стоят, ну, для торговли на улице. Все хорошо, хорошие палатки. В условиях нашей погоды они прекрасно, наверное, защищают. Но если вот пройдет настоящий шквал, я даже про торнадо не говорю, про шквал, то все они тут же взлетят вместе со всем товаром. Шквал, самое интересное, что шквал не так легко предсказать, где он идет. Торнадо хорошо видно. Его видно и визуально, и на радаре. А вот подход шквала так просто не увидать. Вроде все было ничего, вдруг начало дуть-дуть-дуть, там что-то там на небе какие-то клочки полетели. И в следующий момент все взлетает. Хотя вот я думаю, что старожилы наверняка те, ну, кому вот за, может быть, 60, помнят, по-моему, это было или в конце 60-х, или в начале 70-х, когда в Юрмале практически были уничтожены, вот уничтожена вся преддюнная зона, и вот только дюны остановили. Я очень хорошо помню, там, моему папе нужно было уехать на работу, и мы выскочили из дома, вот в Юрмале, и прямо помню, как вот сейчас перед глазами упала сосна. Было так очень хорошо заметно, с таким креслом, и станции шли как раз. Да, надо сказать, что да, и все помнят, как исчезли постройки, которые были на берегу дюны, были срезаны практически до половины. Вот, они, кстати, сейчас ниже, так, осели по сравнению с тем, что было раньше. Но это, вот, как говорят, был идеальный шторм, сошлось, как бы, там, два циклона, все факторы, направление ветра и все. Вот, это предсказать, в принципе, можно и даже где-то, наверное, за сутки, это уж точно. Вот, ребята, сматывайте удочки. Вот, но уже когда идет вот такой фронт, непогода, да, то можно ожидать, что будет шквалистый ветер, но где конкретно? Согласитесь, человеку, который, например, торгует на центральном рынке, его мало волнует, если ему сообщат, что в центральном регионе страны будет шквал. Что такое центральный регион? В Елгаве будет шквал? Это его мало волнует. А вот, например, будет ли это шквал в Риге, а если в Риге, то где? Это, конечно, бы волновало больше. Ну, то же самое, например, в Москве происходит. Люди жаловались, что МЧС предупреждает о шквалах. Одна из вещей такая, которую часто предупреждают, берите вещи с балкона. Там стоят катки, хлам всевозможный. Когда проходит шквал, это все может с балкона сдуть, вот реально, на глаза. И эти катки летят вниз. Там стоят машины, там могут бегать люди. Поэтому одно из основных требований, которые есть, и как бы рекомендаций, это как только что-то начало сильно дуть, прячьтесь в капитальное здание. Не пытайтесь бегать по улице. Ни в коем случае не прячьтесь под какими-то липкими навесами, около рекламных билбордов, под деревьями. Дерево с виду так большое-большое, а потом трах и ломается мгновенно. Особенно такие хрупкие, как тополя, к примеру, старые тополя. Очень легко ломаются, разрушаются ночей. Все это как бы азбука. Вот в этом отношении хотел бы обратить внимание на то, как к этому относятся, например, американцы, у которых регулярно, каждый год начинается сезон тайфунов и сезон торнадо. Вот смеются иногда над их, что у них дома хлипкие. Дома хлипкие, однако торнадо-убежище прочее, куда они прячут. Потому что дом потом можно будет опять сколотить, там все-таки тепло. И жить дальше как-то потихонечку. А вот если ты будешь вкладываться большие средства, построил шикарную, крышу, веранду, все, а потом у тебя остались только кирпичные стены. Это мы все помним прекрасно из «Волшебника страны Оз», мне кажется, вот как раз-таки. Ну и да, из «Волшебника изумрудного города», когда домик уносит, а почему Элли побежала за Татошкой в этот домик, а все остальные спрятались как раз-таки вот в убежище. Вот он-то и делал. И обратите внимание, когда передают о том, что идет ураган, и как они споры, американцы начинают свои окна завинчивать листами фанеры, укреплять там все. Потому что уже, что называется, жизнью научены. Если ты фанерой окна не забьешь, то у тебя не будет ни окон, ни содержимого дома. Все высосит, может высосать. Поэтому я говорю, что сейчас на это обращают внимание специалисты. И здесь, в нашем регионе, увеличивается частота и шквалов, и появляются смерчи, ну, а не смерчи, они же торнадо. Раньше они были как-то поменьше и пореже, а сейчас они встречаются чаще. И об этом уже нужно помнить. Так что вот у нас сейчас как раз тот самый случай, что мы должны быть к этому готовы. Есть надежда, что все, как говорится, еще раз пройдет благополучно. Но есть шансы, что где-то в отдельных местах будут сильные порывы ветра. Это обычно сопровождает грозами. Поэтому стоит следить за прогнозом погоды внимательнее. Конечно, хорошо говорить о том, что там кто-то нам не сообщил. Но с другой стороны, слушать прогноз погоды или, допустим, поставить себе сейчас какой-нибудь местный информер, вот именно местный наш. Вот, например, есть информация, допустим, радары, которые показывают состояние облачности, городовые фронты, это главное. Вот иметь у себя, чтобы в нужный момент времени посмотреть. Кстати, латвийская система, вот этот центр ряды, он сообщает регулярно у себя на своем сайте о том, что есть, допустим, опасность сильных ветров, шквалов и прочих-прочих нарушений, карту дают. Так что это нельзя сказать, что мы в полном неведении. Если хочешь, откроешь, посмотришь. А если, как говорится, тебе по барабану, и ты ждешь, что кто-нибудь тебе прямо в ухо будет вдувать секретную, так скажем, информацию особую, да, именно для тебя. Но это можно долго ждать. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Да, ну совершенно верно. Но ведь сколько же всегда говорят о том, что какие-то существуют. Если ты разогрелся, не прыгай в ледяную воду. Это не потому, что жалко, а потому, что если человек прыгает в ледяную воду, то у него просто-напросто резко сжимаются сосуды, подскакивает давление. А если он склонен, например, к каким-то нарушениям сердечно-сосудистой деятельности, у него, извольте, может быть инфаркт или инсульт. И все благополучно закончено для этого человека. Оказалось бы, ну если перегрелся, ну не суйся в ледяную воду. Что-то сказали. Нет, полезут. Обязательно полезут. А когда полиция, вот очень интересные кадры были, показывали где-то в Сибири, вода чуть ли не 12 градусов, а на улице 30 с копейками. Народ лежит, разомлел уже, и, значит, идет освежаться в холодную воду. А там эти МЧСовцы гоняют. Типа, ну не лезьте в эту воду. Замучаемся мы вас потом вылавливать. Они еще ругаются. Вот эта особенность, она повсеместная. Людей хотят спасти, а они страшно возмущаются по этому поводу. Ну да, ну и тем более, что, конечно, на эти запреты какие-то всегда люди реагируют очень-очень раздражительно. Хотя вот что еще происходит в погодных климатических условиях мира? Вот насколько меняется мир? Может быть, какие-то еще есть? Ну, на этой неделе очень такое драматическое сообщение пришло с Мальдивских островов, куда любят ездить всевозможные селебрити, звезды. Не просто звезды, а те люди, просто у которых есть денег долететь до этих Мальдивов и снять там место. Место, конечно, чудесное, райское. Даже картинки смотришь, и то на ран на душе приятнее становится. Что все-таки где-то есть рай на земле. Так вот, правительство Мальдив на минувшей, как раз на этой неделе уходящей, подняло вопрос о том, что страна тонет. И что вот это повышение уровня моря, которое скудо, бедно, как говорят, меряется миллиметрами в год. Но дело все в том, что большая часть страны, то есть фактически 80% страны, сходятся на отметке меньше метра над уровнем моря. То есть для них, что такое метр над уровнем моря. Так вот, для них вот это повышение уровня моря, даже на 25 сантиметров до, как говорится, рассчитывают, до середины нынешнего столетия, это фактически означает, что вся территория страны периодически будет заливаться водой, и вся территория страны будет подвержена эрозии. Почему они так говорят? Потому что сейчас сильные тайфуны, которые бывают, до 90% территории страны бывают, заливают. Вы представляете, семейство. И 97% берегов Мальдив уже подвержены эрозии, то есть размывание океанов. Приходится принимать всевозможные меры, и они как раз и говорят о том, что мы просим у мирового сообщества, а они не одни такие, они просто как бы громче всех говорят, и про них их слышно, потому что они знаменитые, как говорится, места отдыха. Сейшельские острова тоже самые, острова Кирибаки, государства в Тихом океане, которые тоже тонет, они размахивают своим флагом и говорят о том, что ну что-то помогите. Хотя все прекрасно понимают, что уже ничего сделать нельзя. Даже если вот мы завтра все, все свои машины торжественно грохнем и больше не будем пользоваться, только велосипеды и свои собственные ноги, и общественный транспорт на водороде, пожалуйста. Вот все равно уже ничего не остановить, процесс пошел. Инерция огромная у среды. Углекислый газ никуда не денется в течение веков. И по этой причине получается, что перспективы у этих островных государств, которые как раз очень низко расположены над уровнем моря, есть островные государства, которые не переживают особенно. Например, островные государства вулканического происхождения с крутыми берегами. Но им повышение уровня моря на 25 сантиметров и на метр практически ничего не знает у большинства. Но они высокие. Вот те острова, которые едва-едва повышаются, коралловые, которые едва-едва повышаются над уровнем моря, вот им плохо. Очень плохо. И они сейчас как раз просят международное сообщество помочь им, ну хотя бы отсрочить вот это вот печальное событие, когда их родина. А для людей это родина. Господи, они там поколениями живут. То есть им придется переселяться, очевидно, в какие-то другие регионы. А кто возьмет? Нет, земли пустующие есть. Но вряд ли жители Мальдивза хотели бы переселяться куда-нибудь на Баффинову землю в Канаде или на северную землю в России. А другие теплые места уже по большей части тоже заняты. Посмотрите, что творится в Бангладеш. Вот страна Бангладеш 160 миллионов населения. Она маленькая. На территории Бангладеша были случаи, когда во время сильнейших наводнений и нагонов со стороны моря и дождей, около 60% территории уже было под водой. Там каждый тайфун – это сотни погибших. И они сейчас тоже говорят, что повышение уровня моря на те же самые хотя бы 25 сантиметров, полметра, для них это тотальная катастрофа. Куда им уходить? Дальше другие государства. И тоже, надо сказать, в том углу весьма населён. Кто даст вам место? И это ставит ещё интересный вопрос по поводу собственности. Ну вот мы понимаем, насколько иллюзорно наше понятие собственности на землю, например, какой-то земельный участок, который сегодня у тебя есть. Ты, ну не знаю, условного я купил на Мальдивах участок, а завтра он ушёл под воду, и всё, что ты вот приобрёл, оказывается, под водой. Ну вот у тебя будет кусок морского дна в собственности. Ну тоже, как говорится, кто же, может быть, там рыбу разводить будет. Ну серьёзно надо отметить, что это очень серьёзный вопрос. Например, вот возьмите соседи наши по европейскому дому голландцы, которые изрядная часть ниже уровня моря. Вот они об этом говорят очень серьёзно. У них же были прорывы, у них же были на памяти ныне живущих людей очень мощные катастрофы. Вот после Второй мировой войны прорывы воды. И поэтому они вкладывают деньги в создание новых архитектурных форм. Вот, например, возьмём Данию, которая тоже, прямо скажем, негористая земля, да, вот, они к нам поближе. И в 2009 году мы беседовали с коллегами, мы снимали фильм о Копенгагене, и там говорили с архитектором, который сказал, да, нынешнему поколению датчан потоп не грозит, не грозит. Но он говорит, наши дети, внуки уже столкнутся с тем, что в многих местах это будет не земля, а сплошная топь, ну, прибрезная такая. И вот он придумал дом шарообразной формы, плавучий, который можно легко подключить ко всему неудачу, коммуникациям, там, канализация, там, свет, вода, это всё есть. Морозов сильных там не бывает, поэтому не нужно думать об особом утеплении. И он как раз и говорил о том, что, говорит, в принципе, мы в состоянии начать тиражировать такие дома в случае наступления вот такой угрозы. Он говорит, а я решил сделать это загодя. Если даже завтра, условно говоря, море поднимется, мой дом просто-напросто всплывёт. Вот, и дальше... Но это вообще такой. Да-да-да, но надо заметить, что ведь во многих местах на нашей планете люди живут на таких вот плавучих жилищах, а в других местах приходится думать о том, что произойдёт. Например, кто бы думал, что одним из самых обеспокоенных является НАСА, американское агентство по аэронавтике и изучению космического пространства. Дело всё в том, что они покупали землю для своих космодромов в такой болотистой территории, например, во Флориде, рядом на берегу моря. Не только во Флориде, у них и в других местах есть, но они покупали такие не самые лучшие земли подешевле, да и вообще им зачем нужны были хорошие земли, им там не пальмы разводить, а ракеты запускать. Прошли годы, больше полувека уже, 60-70 лет, как они всё это начали делать, и получается, что уровень моря-то уже поднялся. Вроде бы незаметно, но когда ты на берегу болотистой территории, да, то становится просто на фотографиях, это легко найти, в интернете видно, что, например, те же болота, озёра увеличили свою площадь. И самое главное, пришлось укреплять берега, потому что песчаные берега стали под напором волн отступать. И уже некоторые столы для запуска, и инфраструктура, она оказалась в опасной близости. Вот они сейчас думают о том, как им всё это дело укреплять, не перенесёшь же в одночасье всю эту разработанную структуру. Поэтому надо сказать, что американцы сейчас очень считают деньги, и у того же самого Джо Байдена не только уличные активисты, сторонники экологического подхода, но в том числе и те, кто вложил деньги в прибрежную недвижимость. А надо заметить, что 40% населения США живёт в прибрежных зонах. Поэтому люди, которые стоят за, так скажем, важной, серьёзной климатической повестке, живут в США. И это, кстати, не бедные, это не нищие люди, а это люди богатые, которые имеют влияние в обществе. Очень важный момент. Страны, которые находятся на берегу моря, хорошего, тёплого, благодатного моря, они очень следят за климатической повесткой. Ну и последняя эта новость, которую можно заметить буквально сегодня утром она уже прошла, это заседание Европарламента, в котором обсуждали вопрос принятия закона о экоциде, то есть об умышленных действиях, которые связаны с нанесением ущерба природе. И как говорят депутаты Европарламента, речь идёт о том, что мы видим, что директора крупных корпораций, связанных с химической переработкой, с нефтегазодобычей, они находятся под давлением акционеров, которые желают получать прибыль. Так вот это пагуба. Эти акционеры своих хурных интересов, живя где-то, может быть, на побережье той же самой солнечной Флориды, они давят на директора, исполнительного директора компании, которая добывает нефть где-нибудь в акции. И тот производит действия, которые могут привести к экологической катастрофе. Так вот, идея заключается в том, что квалифицировать действия против природы как преступление, конкретное уголовное преступление. И разорвать связь между, не дать акционерам давить на компанию. То есть, условно говоря, господа акционеры должны поумерить свои аппетиты. Это вы вдруг решили, что вы будете получать прибыли большие и сверхприбыли со своих акций. Сейчас этот документ уже сегодня отправляют в юрокомиссию. И, видя общий тренд, можно так с большой вероятностью предполагать, что, конечно, не так радикально, но какие-то новые действия Еврокомиссия примет, согласует, и, очевидно, появятся какие-то новые законы. Ну, очевидно, что компании будут свои страховые вот эти вот расходы, ведь им же нужно будет потратить деньги на то, чтобы, условно говоря, трубы были прочнее, и баки не протекали, вот им это нужно будет все сделать, а для этих целей кто за все заплатит, как всегда, потребитель. Так что можно сказать, что те, кто надеется о том, что с уменьшением, так скажем, уменьшением доли нефти и газа в энергобалансе, они вдруг подешевеют, вот, это очень наивное ожидание. Скорее всего, они будут продолжать дорожать, вот, потому что все такие мыслимые страховые риски, они все будут оплачиваться из нашего с вами кармана. Да, я понимаю, что на этой такой вот оптимистичной ноте о том, что все-таки платить придется нам, простым людям, за все какие-то вот опасности природы, в конце концов, все это ляжет на наши сослушателями плечи. Судя по всему, те, у кого много денег, они могут позволить себе творить с природой, что им нравится. А вот тех, у кого денег мало, они будут вынуждены оплачивать ошибки тех, у кого денег много. Но такое было всегда, поэтому можно и не расстраиваться. Вот все. Спасибо огромное, Константин Рангс, журналист, пишущий о науке. С нами был сегодня на прямой связи в программе «Климат-контроль». Спасибо большое, Константин. Всего доброго, до свидания. Радио Болтком